подписываемся ставим лайки поехали демло моторка в переводе с немецкого моторизованная карета даймлера иногда упоминается как автомобиль даймлера моторизованная повозка первый в истории прототип четырехколесного механического транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания работающим на продуктах нефтепереработки разработан немецкими инженерами год ли вам даймлером и вильгельмом майбахом в 1886 году особого развития модель не получила и использовалась лишь в экспериментальных целях для доказательства того что высокоскоростной и компактный для своего времени двигатель даймлера и майбаха может быть использован на различных транспортных средствах тем не менее демло моторка чьи первая мотоколяска карла бенца сыграли значительную роль в развитии автомобилестроения положив начало определенным традициям в данном секторе промышленности на мировом рынке 8 марта 1886 года год лип даймлер заказал карету версии америка на американского стиля производства штутгардской фирмы вильгельм вимп фэнд зон под видом подарка к предстоящему дню рождения своей жены м тем не менее данный подарок она так и не получила на самом деле немецкий конструктор планировал оснастить транспортное средство двигателем собственной разработки силовой агрегат разработанный в 1885 году совместно с вильгельмом майбахом представлял собой бензиновый двс с воздушным охлаждением вертикально расположенным одним цилиндром и напоминал своим внешним видом часы с маятником за что и получил прозвище напольные часы ранее инженеры уже опробовали его на мотоцикле дэмлер и тваджен а теперь намеревались оснастить им карету заказанное шасси на которое установили двигатель представляла собой деревянную конструкцию со стальной арматурой она была доставлена инженеру в августе 1886 года двигатель внутреннего сгорания разработанный годом ранее подвергся некоторым модификациям так например даймлер и майбах вдвое увеличили рабочий объем агрегата с 264 куб смотри до 462 куб смотри благодаря чему его максимальная мощность составляла 0,8 копейки вторнику 1,1 лошадиная сила а максимальная скорость моторизованной коляски достигала 18 километров в час моторизованная карета даймлера стала первым транспортным средством с двигателем внутреннего сгорания и четырьмя колесами в отличие от бенц петент мотор ваджин который представлял собой самостоятельную целостную конструкцию с тремя колесами первый автомобиль год либо представлял собой простую карету без вала с обычным для своего времени рулевым механизмом в 1886 году моторизованная карета могла быть замечена во время тестовых заездов через обширные сады дома даймлера в архивах концерна демла эйги есть записи об этих испытаниях проходивших ранним утром и написанных вильгельмом майбахом и паулем даймлером в которых говорится что транспортное средство работало вполне нормально и смогло достичь максимальной скорости в 18 километров в час позже первый прототип автомобиля выходил на случайные тайные вылазки вдоль местных дорог а затем открыто перемещался по уличным дорогам конштадта в 1887 году после проведения испытаний год лип даймлер лично катался на коляске вместе со своим сыном адольфом способ охлаждения двигателя был изменен с воздушного на жидкостный для этой цели под задними сиденья инженеры установили большой радиатор 1888 году моторизованная карета даймлера попала в газету где сообщалось что эксперименты теперь будут распространяться и на дорожное транспортное средство тем не менее немецкий конструктор не задумывался о продолжении развития конкретно данного автомобиля или запуске его в серийное производство благодаря ему он лишь в очередной раз продемонстрировал возможные способы применения разработанного им двигателя и продолжил свои исследовательские работы 1961 году германским правительством была выпущена почтовая марка с изображением первой моторизованной коляски даймлера дбп-363 1961 некоторое время реплику первого четырехколесного автомобиля с двс и собственно сам двигатель дэмла стандаха можно было найти немецком музее в мюнхене в настоящее время репродукция модели дэмла мотор кач находится в музее mercedes-benz штутгарте германия главным технологическим составляющим первого прототипа четырехколесного транспортного средства являлся установленный на нем одноцилиндровый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания рабочим объемом 462 кубических сантиметра который располагался вертикально между передней и задней пассажирскими скамьями конструкция силового агрегата предусматривала установленный вертикально единственный цилиндр с маховиком один автоматический один боковой регулируемый клапан и охлаждение осуществлялось при помощи потока воздуха система питания представляла собой один испарительный карбюратор такая конструкция обеспечивала поступление в двигатель воздуха который далее проходил сквозь слой топлива а полученное таким образом взрывчатая смесь поступала в цилиндры в качестве горючего использовался керосин или масло из нефти с парафином топливный бак в транспортном средстве отсутствовал 2 литра топлива располагались напрямую в карбюраторе мощность силового агрегата составляла одну целую одну десятую лошадиную силу при 650 оборотах в минуту а максимальное число оборотов доходило до 950 высокоскоростной двигатель даймлера выгодно отличался от силового агрегата николауса от а имел частоту вращения в 4 5 раз выше чем у газовых двигателей того времени что при равной мощности позволило существенно снизить габариты и массу силового агрегата кузов 4 местного транспортного средства представлял собой модифицированную классическую карету того времени си вертикальной направляющей стойкой маховиком и ведущими шкивами прикрепленными к каждому заднему колесу рама выполнялась из дерева и усиливалась в необходимых местах при помощи металлических конструкций подвеска в ее современном представлении отсутствовала обе стороны модели оснащались жесткими осями с эллиптическими пружинами рулевое управление представляла собой сцепное устройство сидельного тягача приводимое в движение через зубчатый сектор и шестерню в качестве трансмиссии на транспортное средство устанавливалась простейшая система с двумя передними передачами и двухступенчатым комплектом шкивов которая не оснащалась передачей заднего хода управление происходило при помощи ремней которые реагировали на переключение ручного рычага сцепление представляла собой деревянный конус зацепляемый в чугунный конус зацепляемый в чугунный конус установленный на коленчатом валу крутящий момент двигателя передавался на задние колеса при помощи соединенного с приводным валом плоского ремня шестерни которого управляли наружными зубчатыми кольцами тормозной механизм состоял исключительно из стояночного тормоза представлявшего собой рычаг при воздействии на который задние колеса транспортного средства блокировались усилием тормозных колодок транспортное средство оснащалось разноразмерными деревянными колесами каретного типа со спицами диаметром 930 миллиметров спереди и 1165 миллиметров сзади на них устанавливались металлические покрышки шириной 37 миллиметров если понравилось видео ставь лайк подписывайся на канал